Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Объективные и субъективные основания свободы человека и общества и проблемы демократии». Считает лекцию доктор философских наук, профессор Владимир Петрович Городников. Молодцы. Так, уважаемые товарищи, вот я заранее прошу меня извинить, что я буду сидя, хотя это не в моих правилах вообще. Сидя, я говорю, хуже всего, но я сегодня уже наговорился и не совсем в голосе, простужен. И ходил, читал лекцию 4 часа и ехал еще в Пушкин, потом из Пушкина. Так что прошу меня извинить, что вот я буду сидя говорить. Значит, вот тема, тем не менее, она меня приободрит, я думаю, поскольку она уж очень мне родна, эта тема. Почему? Потому что она всецело связана с проблемой диалектики необходимого и случайного, проблемами детерминизма, которыми я занимался этими проблемами профессиональной, боекандидатскую и докторскую, именно по этому проблемам я защищал. И как вы понимаете, что по этим проблемам я могу говорить часами, днями, месяцами, годами и так далее. Мне чрезвычайно сложно самого себя, так сказать, здесь наступив буквально на горло собственной песни или самого себе на горло, вот ограничить это повествование. Прежде всего, все-таки, вот по заветам Аристотеля, хочу определить основные термины той темы, которая заявлена. Повторяю, объективные и субъективные основания свободы человека и общества и проблема демократии. Значит, надо определить термины. В противном случае мы можем нарушить с вами закон тождества, тоже логический закон Аристотеля, и как-то говорить не совсем о том, о чем надо было бы. Прежде всего, что такое объективное и субъективное? С философских позиций, а не с позиций так, ну вот, обывательских, что называется. Эти термины мы часто используем, там, слишком субъективно ты рассуждаешь, там, и так далее. Ну, здесь оттенок несколько иной. Итак, в философии объективное – это то, что существует вне человеческого сознания, не принадлежит человеческому сознанию. А, соответственно, субъективное, вот так очень просто, такая диалектическая альтернатива – это то, что принадлежит человеческому сознанию, является фактом человеческого сознания. Ну, тут надо напомнить, что сознание двуедино, оно представляет собой единственную чувственную сторону и рациональную. Чувственная сторона – это ощущение, восприятие, представление. Рациональная сторона – это понятие, суждение, умозаключение. Вот все, что нас отличает от братьев наших меньших, это как раз единство чувственного и рационального в нашем сознании. Я подчеркиваю, потому что нельзя рассматривать как некий аналог, как аналог можно рассматривать, но как тождество ни в коем случае нельзя рассматривать ощущение человека и ощущение животного. Хотя животные нам могут по некоторым ощущениям, знаете, стоочку вперед дать по зрению, по обонянию, наши любимые собачки нас, безусловно, превосходят. Но у нас ощущение всегда связано, если это момент сознания, связано и с рациональным моментом. Мы не только ощущаем, но и понимаем, что ощущаем. А если не понимаем, то вот на уровне животного тоже. Что-то неизъяснимое, непонятно, чем пахнет. Вот примерно так. Да, и уже в этом рассуждении вы чувствуете неразрывную связь сознания и познания. А почему я с этого начал, хотя у нас вопрос о свободе. А вот проблема-то свобода человека и общества, и проблема демократии, оказывается, неравножирно связана с проблемами сознания и познания. И я сейчас постараюсь это показать. Значит, вот объективное и субъективное я в первом приближении представил, потом в дальнейшем рассуждении я это как-то свяжу еще в другом контексте. Еще какие у нас термины? Свобода. Ну, нет, наверное, ни для какого человека более животрепещущего и приводящего его, так сказать, либо в уныние, либо в восторг, либо в глубокое размышление. Слово более такого слова, да, чем слово свобода, да. Ну, вот что такое свобода иногда понимают очень по-разному. И вы знаете, на протяжении многих тысячелетий, даже не веков, лучшему человечеству пытались найти основания свободы, либо в объективном только лишь, либо в субъективном только лишь. Вот дилектическое единство как-то почти не давалось это, почти никому не давалось дилектическое единство объективного и субъективного вот как основания свободы. Мало того, вот эти противопоставления, противопоставления даже самих понятий и сущностей постоянно мы встречаем и до сих пор. Например, свобода или что? Необходимость, да. Вы знаете, вот такая пара свободы и необходимость, свобода или необходимость. Альтернатива ложная, уводящая в тупик, в том числе не дающая понятий сути демократии, да. Я заезженное слово, терпеть не могу, это слово демократия, честно скажу. И всегда и студентам, и курсантам, и офицерам, которым мне сейчас приходится читать, значит, я все говорю об этом. Почему? Ну, потому что опять многозначность, недопонимание, и отсюда самые превратные толкования, когда идут споры демократии даже на самом высшем уровне, сейчас это не редкость в последние десятилетия и у нас на телевидении, то очень часто люди, обреченные хорошими научными степенями и званиями, да, вот, видимо, где-то недоработали в философском плане, поэтому продолжаются вот эти противопоставления свободы и необходимости, либо необходимо, либо свободно. Но вот давайте разберемся и в этом. Свобода имеет своей дилектической альтернативой не свободу, а не необходимость. А необходимость дилектическим партнерам своим имеет случайность. И вот если мы это расставим вначале, да, вот так, вот, свобода и несвобода, это одно, а необходимость случается другое, другая пара, другие пары, но они, конечно, связаны. И вот как связаны, вот здесь и тайна великая свободы и человека, и общества, тайна великая демократии здесь состоит, потому что философия и занимается сущностным, да, в отличие вот конкретных наук, даже и гуманитарных, которые занимаются явленческим, и поэтому вот в этом явленческом часто тонут, тонут в всевозможных примерах, всевозможных элементах каких-то, вариантах, кстати, и трактовки, и свободы, и несвободы тоже, да. Вот. Ну, а если рассматривать уже такие термины, как, значит, свобода отдельно и несвобода отдельно, то тут тоже найдем много разночтений, разногласий, как филологи говорят, полисемию слова «свобода», да. Вы знаете, и в физике мы тоже проходим в школе, да, ну, скажем, ускорение свободного падения, да. Слово «свобода» тут присутствует. Или там вот в геометрии даже, да, степени свободы какой-то геометрической фигуры, там, при вращении, при движении и так далее. Используется это широко. И, наверное, вот часто отождествляет такое физическое, геометрическое даже представление о свободе и свободу человека и общества. Хотя это, как ни странно, связано. Но нельзя отождествлять. Вот у нас часто такая ошибка связана, значит, можно там сказать, что это одно и то же. Нет, нельзя сказать, что это одно и то же. Если скажем и примем это отождество так, не доказывая самим в себе, то дальше идут большие и политические ошибки, даже политические ошибки из этого вытекают. Недаром все-таки философия до сих пор пользуется таким подсчетом, что это обязательный предмет во всех высших, иногда и не только высших, а и средних специальных учебных заведениях мира. Понимаете, почему? Потому что вот сущности-то тут лежат. Итак, вот если к свободе подойти более конкретно в отношении к свободе человека. Вот даже в вопросе человека и общества. Можно ли это вот как-то разделить, человек и общество? Опять, у нас есть философская антропология, которая занимается человеком. А есть философия общества, ну, разделы философского знания. Она занимается вроде как обществом. Это отдельно взятым человеком. Но вот когда вот такая специализация, она во всех науках опасна. Как говорил Козьма Протков, литературный герой, специалист подобен флюсу. Вот он начинает уходить в эту специализацию, в этот тонкий срез такой термина или существа уже того, что происходит. И зарывается и теряет связь и единство со всем остальным миром. И вот это вот признак метафизики, как антиидиалектики, отрыв и абсолютизация. И тогда множество ошибок и заблуждений. И не только, конечно, терминологических. А вот по сути и в действии, и в действии, конечно. Вот ведь не даром, вот если мы говорим о проблемах, которые нас тревожат, как коммунистов, наиболее, то вот проблема революции, да, и как это связано с философией. Вы помните пролатое выражение, что диалектика философская – это алгебра революции. И не разобравшись в диалектике, Владимир Ильич Ульянов-Ленин это прекрасно понимал, да. Не разобравшись в диалектике, не разобравшись в Гегеле, заниматься теорией и даже и практикой революции по какому-то наитию, что как-то вывезет кривая сама по себе. Это небезопасное занятие. Это небезопасное. И для дела революции, и для судеб даже всего человечества. То есть, вот нельзя не подталкивать революции, ну, это я пошел уже о свободе применительно к революции. Когда можно совершить, да, возможность. Свободу ведь мы связываем тоже с возможностью, да. Вот есть возможность, а если нет возможности, невозможность чего-то. Можно ли говорить о свободе? Конечно, нельзя. Но возможность бывает разная. Тоже еще одна наука теории вероятности, да. Более вероятное наступление какого-то события, менее вероятное. Если оно более вероятное, будь это в физических процессах, будь это в социальных процессах, все равно более вероятное событие, оно, наверное, обладает большими степенями свободы, да. А вот теперь, как все-таки свобода, я уже эту заявочку сделал, но надо это раскрыть. Как это свобода и не свобода, а связано с этой парой необходимость и случайность, да. Вот если мы абсолютизируем необходимость и считаем все в мире предустановлено этой тотальной необходимостью, и этим грешил, ну, из известных нам мыслителей, первым замечательный древнегреческий философ, чистый материалист, да, основателя томизма, и вы, наверное, можете назвать, это, извините, у меня прием такие профессорские, я все время обращаюсь к публике, вы можете назвать это имя, это Де Макрит, да. Так вот он как раз, вот, 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 замечательный человек, материалист, основатель такой концепции, евристическая ценность, которой и до сих пор не исчерпана, да. Мало кто из мыслителей прошлого может похвастаться, что его идея работает две с половиной тысячи лет, да. Но на всякого мудреца довольно простоты. Вот так, простота Де Макрита в том, что он абсолютизировал необходимость и утверждал, что случайность – это то, что присуще нашему какому-то неразумению. Мы не понимаем, не знаем истинных причин, поэтому называем что-то причин, чего мы не знаем, случайно. Вот. А все происходит по абсолютной необходимости. Надо только разыскать причинно-следственные ряды, которые образуют эту абсолютную необходимость и ведут нас в бесконечное будущее. У него нашлось множество сторонников и в атомизме, о чем я не буду отдельно, конечно, говорить, и вот в этой абсолютизации необходимости. Удивительно, Пьер Симон Лаплас – выдающийся французский математик, не философ, но волей-неволей все представители конкретно научного знания, и особенно естество знания, они вот философствуют обязательно, они все время выходят на волей-неволей-неволей выходит, так сказать, непроизвольно, или произвольно, то есть они понимают, что надо выйти на философию, на философские проблемы. И тогда только решить конкретную естественно-научную проблему, вот математическую проблему, и это Лаплас. Лаплас – отец теории вероятности, да? В теории вероятности главным термином является случайное событие, случайное событие. И определяется вероятность этого случайного события. Термин вероятность тоже вводит, конечно, Лаплас. Но вот удивительно, он утверждает через две тысячи лет с ГАКом после Демокрита, что вот термин-то есть случайное событие, а случайных событий нет. Все абсолютно необходимо. И случайным мы называем событие только потому, что мы опять же, тут просто списал с Демокрита, его бы в наше время объявили в плагиате, и его работа, опыт философии и теории вероятности просто бы и не вышел в свет, потому что чистой воды плагиат там. Прямо слово в слово повторяет. Случайность – это вот прикрытие незнания истинных причин. И для того, чтобы самого себя и читателей своих убедить, Лаплас вводит, ну, такой, так сказать, вот рассказ такой фантастический о демоне. Сам он человек был сугубо атеистический, что в начале 19-го столетия не очень широко было распространено, как вы понимаете. У нас сейчас, вот я своих он курсантов спрашиваю, 100 человек сидит. Вот, пожалуйста, кто верит в сверхъестественное, в Бога, поднимите руки. Если бы я задавал такие вопросы, скажем, лет, знаете, я полвека без малого преподаю. Вот если я задаю такой вопрос 30 лет того назад, ну, из 100 человек, может быть, кто-то робко, со страхом оборачиваюсь на соседа, и так, вот нет, ну, я верю, верю в Бог. Сейчас вот так поднимают руки больше половины молодых людей. А что значит средство массовой дезинформации населения? При помощи них можно развернуть мировоззрение миллионов людей за считанные месяцы. Вот, это тоже имеет отношение к свободе человека. Сейчас я скажу, почему. Вот они свободно выбрали религию, или это им как-то немножко навязали, так скажем, да. Они согласились с этим. Ну, и вот манипулирование общественным мнением, мировоззрением, понимаете, в наше время, без всяких еще внедрений чипов в голову, ну, тут это будет все, конец. Ну, конечно, человечеству, если мы до этого дойдем, а технически все уже готово, и все уже и делается даже, то есть, ну, если мы до этого дойдем, там уже некому будет даже рассуждать о свободе, о несвободе, о необходимости случайности. Но, возвращаясь к Лапласу, значит, у него все по абсолютной необходимости, но надо высчитать эту необходимость. И вот если бы был, я остановился на этом, притче его, который он вводит в эту сугубо научную концепцию, вот в эту работу, опыт философии, теории вероятности, заметьте опять, философии, вот слово философия, все естественники еще 19-го столетия делают реверанс перед философией, потому что понимая, что вот без философских обобщений, и без того, чтобы оттолкнуться от каких-то других философских обобщений, которые не ими сделаны, они шагу не шступят в свои области конкретные. И вот Пьер Симон Лаплас тоже это делает. И он говорит, что если бы был такой демон, вот он свою философию необходимую и случайную представляет в виде вот этой притчи, который своим демоническим сознанием, поскольку человеческое сознание никакое это сделать не способно, даже человечество все вместе объединиться не способно будет это сделать. Если он своим демоническим сознанием охватит все причинно-следственные связи мира на данный момент, он остановит мгновение, и схватит эти причинно-следственные связи, то его демоническому взору откроется все бесконечное будущее человечества. До деталей он предскажет судьбу каждого, предскажет судьбу Солнечной системы, метагалактики и всех процессов, которые происходят на любом уровне. И его демоническому взору откроется также и бесконечное тоже прошлое мира, Вселенной. И он может указать, и ему не нужно рыться в архивах исторических, чтобы точно указать, что происходило, как происходило, когда происходило, с кем, и какие были последствия. Вы понимаете, вот такой мир казался и самому Лапласу, и его читателям каким-то очень таким завораживающим в своей вот этой предопределенностью. Но это жуткий, унылый мир, в котором человеку Homo sapiens делать нечего. Все предопределено. Но это хуже, чем самое ортодоксальное религиозное мировоззрение. Потому что Бога еще можно умилостивить, чтобы он не посылал что-то такое, в жертву ему принести, и до сих пор там приносится жертву. Церковь идут, построены в шаговые доступности у нас, на наши деньги строят, для того, чтобы можно было играть с сознанием нашего обывателя и превратить всякого в это обывателя. А тут нету какие-то церкви. Это абсурд. Религия становится абсурдом. Рядом с такой философией и такой математической теорией. Ну, ничего не надо делать. Да все предустановлено. Ни к чему. Не надо стремиться. Никакие выливые установки. Вот такое. Значит, человек абсолютно не свободен в этом мире чистой и абсолютной необходимости. Не только человек. Все не свободно. Нет степеней свободы и геометрических фигур и так далее. Если они есть, так они предустановлены. И поэтому не свободны. И вот тут, а где же свобода-то есть? А свобода, как правило, всеми, кто это изучал, и свободу человека, и физических каких-то процессов, да, свободно и не очень свободно, а преднамеренно, а очень закономерно протекающие. Закономерность ведь тенденция, а не абсолютная необходимость. Вот. Значит, там она связана со случайностью. Но мы переходим совсем в другую философию. Не в философию Пьера Симова, а Лапласа. Значит, в мире абсолютной необходимости нет никакой свободы. Ни для неживого, ни для живого, ни для общества, ни для отдельно взятого человека. Значит, вопрос этот можно не поднимать. Какая свобода? Только иллюзия свободы может быть у человека, который не понимает, что случайностей нет. И вот тут-то, а зачем вообще теория вероятности? Для чего она создана Лапласом, если он не верит в случайность? А вся теория вероятности на основе представления, не представления, а в общем, значит, такого положения о случайном событии. Да, случайном событии. Пьер Симон Лаплас говорит, да, я не верю ни в какую случайность объективную, нет никакой случайности, но теория вероятности – это поправка на наше незнание. Мы не знаем, никогда не узнаем причинно-следственные связи. Поэтому вот эта поправочка такая, вся теория вероятности. Мы не можем по динамическим законам высчитать, хотя они, все законы, все динамические, однооднозначные связи. Ну, тут решил Пьер Симон Лаплас даже в отношении современной ему науки, начиная с физики. Но, тем не менее, значит, вот нет случайности, но мы не познаем вот эти причинно-следственные связи никогда, поэтому в своей деятельности мы должны ориентироваться на какое-то более вероятное событие. Вот в этих кажущихся случайностях, когда мы рассчитаем, частотная концепция вероятности наступления какого-то явления, процесса, ну, там, скажем, мокрый снег завтра нам обещают утром. Вот вероятность какая, да? Если вот демон тут подключится Лапласа, да, вот этот виртуальный демон, так он не будет раздумывать, рассчитывать. Он скажет, да, будет мокрый снег, температура будет точно вот такая, до сотен градусов укажет, и когда это начнется, когда закончится, все. А мы этого не знаем ничего, и поэтому мы говорим, да, скорее всего, в первой половине дня завтра в Ленинграде, или, кто-то говорит, в Петербурге, значит, будет вот в определенных, так, скорее всего, на северо-западе будет идти мокрый снег, вот мы вероятностно, так, наши синоптики стараются так, как-то вот, а вдруг ошибочка, а вдруг они вот что-то не учли, не рассчитали, ибо всего не знают. А если бы знали, не надо было ничего уже, так сказать, вероятностного вводить, вот. Ну, значит, и так, а если абсолютная случайность мира, это, кажется, безбрежная свобода, да, если все непредсказуемо, да, и, пожалуйста, ты можешь как угодно, куда угодно пойти, да, в какую угодно сторону, в физическом плане, или, так сказать, добиваться каких угодно собственных целей, отдельно взятый человек, потому что нет никакой необходимости, нет никакой закономерности даже, как тенденции, вот, все случайно, и тут все делает, что хуже. Вот на этом основан, на этом представлении основан волонтаризм, субъективно-идеористический волонтаризм знаменитого Фридриха Ницше, который его сестра после смерти все отмазывала от того, что он совсем не идеолог фашизма. Идеолог он фашизма, хоть поверьте, хоть проверьте. Я почитал его основные произведения. Все, и терминология фашистская, все, и философия абсолютно. Ну, вот, а на чем основан его, вообще-то, вот волонтаризм-то? На убежденности в том, что в мире все случайно, и поэтому, вот опять, на всякого великого довольно простоты, нельзя сказать, что Ницше был, ну, недалеким человеком, глупым, хотя он, конечно, плохо кончил, он окончательно свихнулся, к концу жизни своей умер, так сказать. У него были тяжелые мозговые нарушения, там опухоль. Ну, это не будем в детали вдаваться. Вот объективное основание, да, этих теоретизаций. Ну, вот, за счет этого, что ли, он не видел явную противоречие в сути своего вот этого субъективно-иделистического волонтаризма. Значит, выдающийся человек, белокурое бестие он пишет, да, белокурое бестие, вот уже фашистская пошла идеология. Настоящий арийц, это он пишет, это не доктор Геббельс, это Фридрих Ницше. Он обладает колоссальной волей, которая сметает все. Для него нет никаких физических, химических, биологических и тем более социальных законов. Мощью воли своей, энергии своей он может развернуть все, что захочет, горы смести. Да, он подчинит себе миллионы, и они пойдут за ним, поверив ему. Разбираться они не будут, они туповаты, эти миллионы. Им надо вот этого ложака волевого, который за ним, который пойдет за ним и будут кричать «Зи хай!». Слаб человек, и наши тоже. Вот я по поводу «Зи хай!» или прочее, такой момент все время вспоминаю. Это весна, сейчас скажу, 1991 года. Первые выборы президента Российской Федерации. Несколько человек, кое-кто нам известен, еще выбирается, чем очень гордится. Ну, это отдельный разговор. Да, ну, конечно, надо сказать, да, вечный кандидат к президенту. Но это другой момент. И вот я иду из высшей партийной школы, которая, вы знаете, где я, заведующий кайф Тренинградской, высшей партийной школы. И находится, находилась она, конечно, в Таврическом дворце. Я по Неве иду к себе домой. А живу я на площади Труда, вот иду. Иду я, конечно, мимо Дворцовой площади. Вот, еще светло. Точно, конечно, дату я не могу спросить. Весна 1991 года. Вижу, Дворцовая площадь заполнена народом до избытка. Я так прикинул по своей комсомольской еще практике. Я выводил на эту площадь люди в свое время, да. Я освобожденный комсомольский работник Ленинграда. Да, достаточно долго проработал, 8 лет. Все-таки практика хорошая. Ну, вот, и я так, о-о-о, думаю, да. Ну, какой-то митинг. Митинги там на каждом углу проходили. Ну, Дворцовая заполнена. Я не знала об этом митинге. И я подошел, это был конец митинга. И кто-то, потом я узнал, что это мой бывший комсомольский приятель. Они мгновенно перелицевались там. Вот. Очень практичные люди, прагматичные. Ну, вот. И всегда голосуют за партию власти, неважно, какая партия. Ну, и вот он там в микрофон скандирует одно слово. И усилителями по площади, по Неве с грохотом проносится. Ельцин, Ельцин. И вся эта многотысячная толпа кричит соловьяными глазами. Ельцин, Ельцин. И мне кажется, что Александрийский столб начинает распячиваться. Вот так вот в этом ритме заданном. Я смотрю на стекленелые глаза моих соседей, невольно. Я думаю, батюшки, что с людьми? Мгновенно сделали. И мне слышится все то же. Зигхай, Зигхай, Дуче, Фюрер. Опа. Попались на ту же удочку. Что наследники Гегеля, Гёте, Баха, Вагнера. Замечательных и представителей искусства, и литературы, и науки. Вот так и мы попались. Культурный город. И вся такая же толпа. И не свобода. Нет, не индивидуальный. Подчинились этому вера выше знания. Почему? И сильнее. Да потому что знание-то надо, о, как поломать голову. Как пострадать, как помучаться. Вы помните, как Владимир Ильич говорил, что российский пролетариат выстрадал марксизм. Надо было выстрадать его для того, чтобы понять. Вот у нас понимание идет через врата чувств. А если не проходит вот что-то, и мы не поверили, и мы понять не можем. И говорим ерунда. А, ну, знаменитая басня. Невежда. Невежда и судят всегда так. Чем толку не поймут, то все у них пустят. И вот уже и получается это социально не свобода. А что здесь первично? Вопрос некорректный. Некорректный. Что первично? Свобода индивида? Свобода личности или свобода общества? Личность это, ну, опять вспоминаем Маркса, да? Это не абстракт, присущий отдельному индивиду. Это вот определенная система социальных отношений, воплощенная в этом человеке. Мы все, поскольку мы хомо сапиенс, мы представляем общество, в котором живем. Ну, конечно, не все. И не во всем. Определенный срез. Не всякого сомнения. И поэтому говорить, что может быть отдельно взятый человек свободен. А вот социум, которому он принадлежит, не свободен. Или наоборот. Понимаете, это не дилектический подход. К делу. Не дилектический. Хотя можно говорить, что там фюрер свободен, а вся масса ему подчиненная не свободен. Вождь там, президент свободен. Остальные все не свободны. Он тоже не свободен. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот у нас все, субъективный идеализм жив. Вот, знаете, я хожу регулярно в бассейн, чем держусь. Три раза в неделю по полтора километра проплываю еще. Вот меня человек держит, да, да, мои 73 года. Вот, еще на плаву. Как-то могу еще. Вот, вот сегодня уже наработался. Еще, вот видите, нахожу себя. Себя поднимая изнутри, чтобы не мямлить что-то под нос. Вот, за счет вот, вот оно, видите, материстическое-то, а. В здоровом теле, здоровый дух. Вот. Тело надо держать. Так вот, я почему в бассейне? Там, знаете, какие дебаты шли по поводу избрания нынешнего. За кого голосовать? Да за Грудинина, вот видно там его, шельмуют, расшельмуются, значит, это вот наш истинный. Вот такой подход. Приходилось мне как-то встревать волей-неволей. Я не могу стоять в стороне, как вы понимаете, и по духу своему, и по принадлежности к нашей партии. И, ну, по всем моментам, и как философ просто, как философ, который не просто профи, да, вот, и получил образование и степень, а я вот считаю, что я философ так, генетически вот просто, философ я. Ну, вот. И я там встреваю и начинаю. И такой субъективный идеализм. Вот, понимаете, вот всё, вот Путин, Путин. Я говорю, вы понимаете, что Путин, он абсолютно не самостоятельный. Как? Люди с высшим образованием, достаточного возраста имели вроде время подумать и всё. Как абсолютно? Да, абсолютно не самостоятельный. Так что не надо его черты, вот, личностные, как у него нос-то хороший, нет, симпатичный, глаза у него ясные, светлые, и говорит он так хорошо, так убедительно и просто. И как, да, ну, вот видите, у вас такое, вот опять субъективное, этот, вот, да, опять, вот один, говоришь, и вот это им играет, да. Вот, вот этим удивительный или нет, можно поверить или нет, может он артист хороший, сколько до сих пор верят Жириновскому, понимаете, ну, Петрушка изначально, понимаете, вместе со своей партией одного актёра был замечен, посажен, оттягивает до сих пор голоса. Хотя вот народ всё-таки немножко умнеет. Вот, значит, умнеет, значит, что-то узнаёт, что-то познаёт. И вот тут мы сталкиваемся ещё с одной формулой свободы, которую выдвинул Бенедикт Барух Спиноза, голландский философ. Слышали, наверное, страдались по жизни, потому что вот отрёкся от иудаизма. Послал его отец в школу при синагоге. Хотел он, видел теорию раввином. А вот шметливый юноша, вот разум-то, горе от ума всегда идёт. Вот он увидел там в Ветхом Завете противоречие и начал тут задавать вопрос. Ну, потом его изгнали, конечно, из школы. Ну, и прочее там. И кончил он, конечно, неважно. Вы знаете, шлифовал стёкла для микроскопов и телескопов. Для богатых людей игрушка была. Надышал с этой пылью. И довольно рано, конечно, умер. Но вот идеи остались, идеи. И действительно, вот его этика. Основа этики. А вот вы понимаете, может ли быть человек нравственным или безнравственным, если он не свободен? Абсолютно нет. Ничего человеческого не остаётся несвободным. И опять вспоминаю Аристотеля, который называл раба говорящим орудием. Это не презрение к рабу. Это выражение сути. Раба как раба. Если он раб, он не свою волю выполняет. Он не свободен. Он выполняет волю хозяина. И поскольку он выполняет волю хозяина, он, конечно, не свободен. Поскольку он раб. И чем он отличается от орудия, от лопаты? Тем, что он может ещё говорить, а лопата не может говорить. Вот говорящая орудие. Значит, вот как мы только превращаемся в массе своей, в такие говорящие орудия. В определённых социальных условиях, с использованием на нас воздействия средств массовой дезинформации населения. За эти слова меня сняли с пятого канала, с сотого канала. И я теперь только в интернет нашем телевидении могу выступить. И то, знаете, тенденции такие могут закрутить нам тоже гайки. Но это отдельный разговор по поводу свободы. Так вот, я вспомнил Бенедикта Спиноза, который осуществил какую-то свободу выбора. То есть, он мог остаться в школе своей, мог уйти. Он понял, что то, что ему там учат, ерунда какая-то, аллогизмы, противоречия. А то, что нелогично, не может быть научно. То, что логично, не обязательно истинно. Это вопросы, критерии к истинной. И тут всё опять соединяется, неразделимо соединяется и вот проблема истины, и свобода. Да, и Барук Спиноза это почувствовал. И вот он выдал формулу, которую почему-то приписывают Марксу до сих пор. Я читал в Википедии даже. Свобода есть осознанная необходимость. Это Барук Спиноза. Я это считал, даже пытался сам переводить. Нашёл я это. Да, это он. Это никто другой. Свобода, осознанная необходимость. Ну, вот тут опять, казалось быть, вот оно найдено. Формула свободы. Понял основные закономерности мира. Можешь уже сознательно выбирать. В рамках всё же существует по ещё великому дилектическому закону, законы меры, законы единства количества и качества. В мире. Да, всё существует в мире. И вот внутри этой меры заключено неразрывное единство необходимого и случайного. Границы меры представляют необходимость относительную. Все количественные значения внутри меры представляют случайность, форму бытия необходимости. Если мы это знаем, то мы свободно можем выбирать. Значит, свобода как свобода выбора, чаще всего. Но вот у, я говорю, на всякого великого довольно простоты, Спиноза вот эту формулу выдвинул, а дальше он пишет в этой этике своей, главное ему произведение этика, что вообще-то необходимость абсолютно, случайности нет. Противоречия. Не видит он своего собственного противоречия. Ну, если абсолютно необходимость, так что толку, что мы её познали? Если мы её не знаем и не знаем, что она абсолютна, то тогда мы можем ещё как-то течься иллюзиями по поводу свободы выбора, вообще какой-то свободы. А если мы уже уверены, что она абсолютно необходима, ну, мы познали этот абсолютно, но это же не сделало нас свободным, потому что на нас действует эта абсолютная необходимость, понимаете? Такая просто формально-логическая противоречивость внутри этого. Ну, а потом, значит, вот всё-таки Спиноза уточняли, уточняли, как же это понимать всё это, вот, ну, и опять к классикам обращаемся. Причём, заметьте, не Гигелю. Вот. Потому что на Гигеля ссылается, и опять же, почему? Справедливо, с одной стороны. Гигель впервые подошёл к раскрытию связи необходимого и случайного, но на уровне чего? На уровне своего абсолютного объективного идеализма. И отсюда его формула такая, что прогресс человека, вообще человечества, это прогресс в сознании свободы. Вот. Значит, мы идём к свободе через сознание. Тоже спинозовское, что ли, начало, да? Но вот эта связь необходима и случайного. Свободы и несвободы. И познание самой свободы, как некого абсолюта у Гигеля выглядит, понимаете, абстрактного, оторванного. Он не может наполнить это содержанием, предметом, потому что как только пытается философию природы наполнить, он теряет как бы почву под ногами. Вот чувствуется, когда и вот он уже Гигеля читал, пересчитывал много раз, понимаете, потому что не только потому, что Владимир Ильич там почитал перед этим, что надо знать, но сам уже дошёл до этого, что надо, конечно, знать. И вот я вижу, просто чувствуешь, когда вот вчитаешься в материал, чувствуешь автора, он как только пытается конкретизировать, он начинает давать сбои какие-то, даже в формулировках. Теряет почву под ногами, а почва-то у него вот это абстракт, абсолют. А тут надо конкретизироваться, и вот конкретизация не получается. Особенно в отношении человека, человеческой свободы, потому что нет основания. А основание кто открыл? Ну, вот Маркс с Энгельсом опять, никуда не денешься, да? Никуда не денешься. Вот тут диалектика человеческого бытия и бытия человека в обществе, понимаете? И вот связь личности и общества, и противоречия вроде бы неизбывная и в то же время постоянно разрешающаяся, вновь возникающая. И на какой основе, да? На какой основе? Вот что отдельно взятое, вот во многих современных учебниках говорят, что свобода вообще надо трактовать как свободу личности отдельно взятой, а социальной свободы никак не связывать. И вот возникают эти экзистенциалистские тенденции, потому что именно экзистенциализм, и начиная со своих провозвестников, серверных, керки, горы нашего Достоевского, искали и смысл бытия, и свободу бытия, а какая свобода без смысла, и какой смысл без свободы. Вот. В отдельно взятом индивиде, вот в этом самокопании роди Раскольникова, да, по поводу своих поступок, могу я, что я, тварь дрожащая, или поступок могу совершить? Свободно. Убью старушку-процельщицу. Вот. Вот я свою свободу осуществил. А Достоевский показывает, что, а, нет, это иллюзия. И родина начинает это понимать, да, и он меняет эту иллюзию на, вроде не свободу, а строго, и в то же время в этой несвободе, а строго он освобождается. Освобождается вот от того гнета нравственного, потому что он приступил через то, что нельзя приступать. И вопрос, оказывается, вроде и разрешен, и не разрешен. Почему? Потому что вот и Достоевский, и все последующие, все его последователи уже экзистенциалисты, профессионалы, так сказать, философы, да и писатели, они вот все искали для отдельно взятого человека. И мы для себя каждый ищем свое, да, вот интимное, ни с чем не связанное, как только связь какая-то, уже нам это неприятно даже психологически. Вот когда мы осознаем, что да нет, вот мы не можем, мы не можем ни в чем, даже в мысли своей быть абсолютно свободным. Есть мысль, как система понятий, да, каждое понятие, да не мы его получили, не мы его образовали, мы пользуемся тем, что образовано до нас, это социальный феномен наше сознание. И поэтому само понятие свободы, это принадлежит не отдельно взятому человеку, и решать-то эту проблему нельзя на уровне индивида. Вот. И вот как это связать с познанием, и опять с диалектикой необходимой случайно, я уже к этому подвел, опять обращаюсь, да, к этому. Значит, объективные и субъективные основания. Объективные, если процесс не однооднозначно детерминирован, если он не абсолютно необходим, значит, от таких абсолютно необходимых процессов, к нашему счастью, нет. Следовательно, вот эта необходимость относительно, представляет собой диалектику связи необходимого и случайного относительно необходимости, значит, вот эта необходимость представлена какой-то мерой, неважно чего. Ну, так что, вот, длина стола, необходимость длины стола, в чём мера длины стола? В том, чтобы он не был настолько, чтобы эта длина была не настолько мала, чтобы этот стол превратился в тумбочку или подставку, и не настолько велика, чтобы он не вошёл, этот стол, будем удлинять, не вошёл ни в одну аудиторию, он потеряет свою качество. И это в отношении абсолютно всего. Наше давление постоянно, так сказать, в определённых пределах колеблется, но за границами этих пределов летальный исход, пульс, дыхание, и всё в обществе, да, и всё в обществе, всё представлено определённой мерой, за границами, которые лежат, там, скажем, законы, да, законы, они предполагают эту меру, законы и объективные, и субъективные. Значит, если ты знаешь объективный закон, то вот как меру, то ты можешь выбирать в этой мере, вот что ты можешь достичь. Вот ты не можешь дойти до вот экстремального значения, до максимума в чём-то. Вот, и ты не можешь опуститься до минимума. Вот где у тебя, середина для тебя конкретно, ты можешь выбирать, если ты знаешь. Значит, свобода определяется познанием этой, но не абсолютной, а относительной необходимости, да, мера? И твой выбор тоже определяется ещё, вот этой относительной необходимости для тебя, потому что и интеллектуально, и физически мы ограничены, ограничены, вот наши возможности тоже меры определяются. И это определяет нашу свободу. А что ещё? Это объективно, да, физические, химические, биологические законы, но объективные социальные законы развития, да. Вот, опять возвращаясь к революции, да, тема для нас неизбывная, и самая острая, наверное. Вот, помните, Владимир Ильич говорил, что нельзя играть в революцию, это вообще, да, и нельзя подталкивать революцию. С другой стороны, нельзя пропустить, вот вы помните знаменитые ленинские слова, что сегодня рано, а послезавтра, может быть, уже поздно. Вот надо вот эту, улавливать эту объективную закономерность социальных процессов, чтобы сюда вписаться, выбрать вот этот момент, и, с другой стороны, силы привлечь тоже, да, для того, чтобы реализовать какие-то стремления, и всё субъективное, есть не что иное, как объективное, отражённое в человеке, как вот Марс говорил, что идеальное, есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Вот это идеальное и есть субъективное, да. Поэтому, насколько адекватно мы отражаем объективные закономерности из социального процесса. Вот насколько адекватно, то есть владеем ли мы истиной, иначе говоря, и вот тут вопрос о демократии сразу встаёт. Вот мы тут проголосовали. Абсолютное большинство отдало предпочтение действующему президенту. Совершенно свободно, совершенно без подтасовок, совершенно без агитации мы предположили такую идеальную схему. Я это не утверждаю. Вот мы исходим из этой идеальной схемы. И вот, ну и знаете, что у нас в Конституции это записано? Да, основные положения о демократии. Что такое демократия? Это для нас. Это вот как раз и есть свободные выборы всех ветвей власти вплоть до президента. Прямые свободные выборы. Воле и изъявление народа. Вот вам свобода. Вот вам демократия. Вот народ, источник власти. Вот проголосовали, вот пожалуйста. Но я вот давно уже привожу пример студентам такой пример. Кстати, у меня один дейти политический списат. Нехороший человек. Но не буду с ним сейчас дебатировать. Бывают такие случаи плагиата. Представляете, во времена Коперника всеевропейский референтум. По одному вопросу только кто за то, что земля, как считает нечестивый Коперник, обращается вокруг солнца. Кто против? Представляете, что без всякой подтасовки голосов, без сбрасывания, без политического давления, без колоссального воздействия средств массовой дезинформации, которые тогда были очень слабы. Абсолютное большинство населения честно и открыто голосует за то, что земля в центре вселенной. Это видно же. Да, это к тому же это совершенно очевидно. Следовательно, ну вот можно ли вопросы квантово-механические ставить на всенародный референт? Нет. Абсолютное большинство не владеет здесь истиной. А политические можно. Можно, потому что все владеют истиной. Все понимают прекрасно, что Путин это наш президент. А Жириновке не годится. А уж там этот Суракин тем более, хоть и коммунистом себя называет, или тем более, что называет коммунистом. Ну вот. Ну вот. И так далее. Вот. Понимаете? Все прекрасно разбираются. И это такое свободное волеизъявление. без всякого потенциала. Он там дали. Истинный не владеет, заблуждается. Все. Никакой не может быть ни свободы, ни демократии. Фикция. Фикция. Солнце вращается вокруг центра масс. Ну это мы сейчас говорим о земле и солнце вот как двух телах. да. Ну. Я понял, что я улегся. Вопросы. Да. Виноват. Значит, вот видите, в чем объективное основание свободы, демократии, в том, объективное основание в том, что все законы развития, если о демократии мы все-таки говорим, общества, они не являются собой абсолютную необходимость, а не тенденция, в которой необходимость и случайность связаны в неразрывном единстве в мире для каждого процесса своя мера. Да. В том числе мера и пространственная, временная и всякая другая. Вот. Это раз, объективно. А в чем субъективное основание? В том, чтобы знать, владеть истинной, не правдой, вот еще одно заблуждение, а истиной. Правд может быть столько, сколько людей на земном шаре, но истина по поводу одного и того же вопроса, взятого в одном и том же отношении, она одна. И никакого плюрализма. А правд сколько угодно. Если человек говорит, пишет то, что считает истинной, искренне в это верит, он правду говорит и пишет. Но гарантия ли это, что это он истину-то? Нет. Отнюдь. Вот почему вера сильнее знание. Почему? А потому, что истиной-то владеют немногие. А верить имеют право все. Особенно, если им хорошо подано, да, вкусно. Ну, они поверили. Вот уходят. Ну, есть, ну, тут социальные основы религии, это отдельный вопрос. Тоже свобода, несвобода. Вот. Игра с мировоззрением, да, вот это, это тоже, конечно, еще одна проблема, да, конечно. Вот. И тут еще один момент. Объективно вроде есть основания, а вот субъективно, вот, а субъективно вот даже вот эта игра с общественным мнением, она ведь не абсолютно свободна для игроков и для тех, кто задает эту игру, кукловодов. Почему? Если они не будут владеть истины в плане даже того, как надо вести разговор, вот границы мирового, мне сказать, час от работы, уже нельзя больше злоупределять мнением, народ заснет, вот некоторые уже заснули, так, вот, утомились, да, кто угодно. Вот видите, здесь тоже ограничение свободы, вот этим, да, тем, что вот нельзя утомлять публику. Значит, если кто-то, кукловод, вроде как опытный, но вот этого не знает, истинно не владеет, он заиграется, вот, ну, и получит обратный результат. Это в отношении любого. Вы знаете, у нас, все время нас призывают покупать какие-то лекарства, продукты питания, вещички какие-то и так далее. И тут тоже, вот, тоже есть ограничение свободы, манипулирование мнением. Хотя эти ограничения не столь велики оказываются. Народ у нас так легковерен, так наилен. А знаете, почему? Истиной-то не владеют. Истину путают с правдой, вот, и говорят, справедливость это соответствие правды, да, это не прав, нет, это соответствие хотя бы правды, да. А право, что это такое? А кто владеет истиной? Кто владеет? Да. Тот, кто занимается научным познанием данной области. Они же между собой грызутся, эти философы. Да пусть грызутся, но критерий-то истины остался один, отработанный, практика. Но практика должна созреть. Вот где коммунизм? Я лет 20 тому назад, еще меня допускали в свободном эфире, по пятому, что ли, каналу, сидело рядом со мной четыре человека. Может, кто-то это видел. Мне иногда спрашивают, «Ой, слушайте, вы на телевидении не выступали?» Я говорю, «Давно выступали?» Ну, запомнил, уже не помню, что я говорил. Ну, вот, так вот, как раз мои коллеги, вчерашние коммунисты, даже не просто коммунисты, а видные, так скажем, партийные деятели были, доктора философских наук, собрали нас. Вот, и, значит, мне эти коллеги, друзья, приятели, ну, мы с ними как-то раздружились. Я вот, честно, не могу дружить с человеком, который вот так меняет галст на 180 градусов, и у него истина – это то, что мне полезно, да, прагматизм. Вот, не могу я с такими людьми дружить. Ну, они говорят, «Владимир Петрович, ну, мы на «ты», но в открытом эфире, под камеру, конечно, на «вы». Ну, вы разделяете вот эту материалистическую позицию в отношении того, что критерием является практика? Да, разделяю. По-моему, в этой аудитории я говорил уже этот момент, да, ну, во всяком случае некоторым. Ну, и что же, вот за 70 лет мы пытались построить даже не коммунизм, а социализм, хотя тут Никита Сергеевич коммунизм постулировал уже за 20 лет, вы знаете, вот, и они построили. Ну, и где ваша практика? Она доказала, что, неистинность, саму идею коммунизма. Ну, вот, я тут на ходу, иногда на ходу что-то такое изобретаешь, то, что долгими часами раздувий не получишь, экспромт такой. Я говорю, коллеги, ну, представьте себе племя, находящееся на первобытном общинном уровне развития, они, предположим, поклоняются Луне, они считают, что там какое-то сверхсознание или боги на Луне обитают, они их породили ими управляют. И вот, представьте, они захотели отправить на Луну гонца, бога, придумали, да, при помощи тех средств, которые у них в распоряжении, право, это общинное строение, ну, какой-то изобретатель такой прикинул модель такой, ну, типа катапульты, вот, зарядили в эту катапульту отважного космонавта, юношу какого-то, вот, и в полнолуние выстроили этой катапульты, в сторону Луны. На поминках по отважному космонавту, далеко взлетел, на носкаву упал, несчастный, судят, рядят и говорят, что-то у нас так не получилось. Выходит вперед еще один изобретатель и говорит, братцы, я вот тут посмотрел, катапульта не годится, посмотрите, вот, другой способ есть, вот, у нас длинные тонкие деревья, давайте сделаем вот рогатку такую, большую, оттянем всем племенем, посадим в чашечку рогатки очередного космонавта нашего, и тогда точно до Луны долетит. Но обратно боги помогут ему. Сказано, сделано. На очередных поминках по отважному космонавту выступает вперед еще один изобретатель и говорит, у меня другое предложение, тут на него старейшие посохами застучали, скричали, практика показала, что достичь Луны совершенно невозможно, это вздорную и бесчеловечную идею надо вообще запретить, чтобы юноша не пыталась там изобретать, знаете, прозрачное намекнул, за те 70 лет, которые мы якобы пытались построить коммунизм, можно было построить то, что мы построили, мы много сделали, мы много сделали, а коммунизм нельзя было сделать, нельзя, объективно, практика к этому не созрела, поэтому эта практика не может служить критериям мести. Привести, говорю, вам еще пример, когда практика не созревает, так что не надо на практику-то пенять и на теорию общую, я понял, что все, границы, меры, все, все, я принимаю руки. Вопросы, пожалуйста, еще, еще. Уже есть вопросы, все. И три вопроса. Да, вот три вопроса. Разве нельзя в качестве демона, знающего о Вселенной все, представить саму Вселенную? Представить можно, но потом поговорите с этой Вселенной в виде демона. Вот. Разве Вселенная не знает все о своем прошлом и будущем? Это вопрос или утверждение? Это вопрос. Это вопрос, да? И я отвечу так, не знает. Почему? Потому что у Вселенной нет разума, а знать может тот, кто обладает разумом, кто адекватно этим разумом отражает основные закономерности самой Вселенной. Вот. отражение это всеобщее свойство материи, но оно бывает на нижнем уровне и вполне адекватно. Вот я опираюсь на стол, отражает стол мою руку, даже отпечатки останутся для криминалистов. Мы есть страх Вселенной, нами Вселенная разума. Не мешайте, пожалуйста. Ну, это декларация, нужна аргументация, понимаете? Неки тоже там что-то формировал духи. Ну, да, 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 но вы знаете, вот в этом пункте Гиггел был тоже декларативен, доказать он это не мог, поэтому и не доказывал, как разумный человек. Вот, поверьте или не проверьте, вот разум. Вы знаете, я когда был заведующим кафедрой Ленинградской респартийной школы, я чуть сам с ума не сошел, обком партии присылал писание, вот такие тома, откроешь для экспертизы, мы, говорит, не можем тут, я говорю, психиатру, психиатру города, вот эти писания, откроешь, что он говорит, я есть мировой разум, который проник всюду и все, я предрекаю, ну, и так далее. Ну, так, откинешься, так устало, после трех страниц такого чтива, и звоню я главному психиатру города, тогда я уже забыл, профессор, доктор медицинских наук, я говорю, слушайте, ну, давайте мы с вами там, по братски, хоть рождение, вот эти писания вам, сначала на предварительную экспертизу, вы знаете, что он мне ответил, я вот, когда сдавал кандидатский минимум по философии, и читал критику чистого разума, Канта, то я поставил ему диагноз, вяло, текущая шизофрения, Канту, он поставил диагноз заочно, ну, по тексту можно поставить диагноз, так что же вы хотите тогда от меня, чтобы я всем, я говорю, я понял, что вы прочитаете мою диссертацию докторскую, и поставите что-нибудь похоже, и тогда уже я не смогу быть экспертом, а я буду вашим пациентом, вот, еще второй вопрос, да, доказана ли научно случайность в каком-то процессе, разве наука не показывает, что в тех процессах, которые вполне изучены, места для случайности нет, вот, когда вполне это слово такое очень абстрактное, когда достаточно изучены процессы какие-либо, да, мы понимаем как раз вот изучение это и есть изучение единства необходимого и случайного в мире, мы понимаем вот великий закон меры для всего, и мы понимаем вот, что случайность есть форма бытия необходимого, вот эта диалектика, вот, а не абсолютная случайность, то, что вот вы задали мне вопрос именно сейчас, и я его сейчас именно прочитал вот в этот момент, это что, абсолютная необходимость нет, абсолютная случайность нет, это вот как раз есть, вы могли, единственное необходимо случайно, вы могли мне задать вопрос несколько раньше, вообще не задать этот вопрос, или несколько позже, я мог бы его прочитать несколько раньше, или позже, меня мог хватить удар апокалиптический, я бы не прочел этот вопрос, то есть никакой абсолютной необходимости в том, что я его прочитал, хотя бы, и как-то отвечаю, нет. Значит, вот вся наука, я утверждаю, я в общем специалист по философским проблемам естествознания, докторскую писал на материале генетики популяции и квантовой механики, почему? Потому что у меня два друга, к сожалению, были мои ровесники, самые мои близкие друзья, братья мои духовные. Один доктор физмат-наук, а другой доктор биологических наук. Вот я ими питался. Материал, не может философ заниматься переливанием из пустого в порожнее, что называется, как некоторые философы представляют, чистыми категориями. Вот эти материалы. И вот я убедился в том, что эти далекие друг от друга области, как раз и изучают единство необходимого и случайного. Конкретное единство. В конкретных процессах. Это задача всякой науки. Познать законы. А законы это и есть тенденция, в которой единство необходимое и случайно проявляется. Укажите мне на случайность. Вот. Вот этот предмет передо мной, он и случайный, и необходим. То, что сейчас он фиксирует то, что я говорю. А может, у него батарейка, вот аккумулятор отключился бы. Может быть. Не зарядили, забыли. Он и не фиксировал бы. Поэтому вот этот его процесс фиксации записи, он случайен, потому что мог быть и не быть. Но он необходим, потому что вот этот процесс, он как осуществление определенных физических законов природы, он здесь осуществляется. Ну, в виде тенденции, да. которая ограничена. Опять же, вот рамками меры временные и прочее. И я рамками меры ограничен. И все никак не могу. Закон сохранения энергии. Разве не абсолют? Не необходимость, что ли? Разве это не абсолютная необходимость? Вы же говорите, что абсолютной необходимости не существует. А закон сохранения? Так а все законы. Закон сохранения и превращения энергии. Давайте уточним тогда сразу, да, этот школьный закон. Вот. Сохранение. Что, абсолютное сохранение? Где вы видели энергию, которая абсолютно сохраняется? А вот превращение, да. Но в целом все сохраняется. Дефект массы. В целом. В целом. В целом. Ну, что сохраняется конкретно? Вот понимаешь. Мощность электричная перешла в мощность и все. Ну, нет. Но перешла в другую, да, энергию. Световая в тепловую. Тепловая в световую. Да. И сохраняется абсолютно нет. Нет. Тогда бы был вечный двигатель возможен. Если бы это было. Просто возможно угловить все. Нет. Но это так. Мы просто не знаем всего. Поэтому говорим, что случайно. Это мы возвращаемся к Лапласу, Демокрит. То есть, закон сохраняется и верим. Почему не верим? Он не абсолютный. Нет абсолютного сохранения. Есть издержки. Масса теряется. Энергия теряется. И так далее. В житейском. А из вселенной тогда не убегает? Знаешь, куда? Застряла. Застряла. Она превратилась. Ну, вы знаете, что для того, чтобы, ну, скажем, просто сделать несколько шагов, нужно потратить энергию, да? Вы потратили ее, она сохранилась, да? Но она потрачена. Она использована. Я же рассматриваю, это все системы. Всю систему. Какую? И колесо, и почва, от которой оно третится. Ну, 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 ну. Я полный комплекс рассматриваю. У меня еще около не утекает. У меня перетекает слева, угол, вправо. Вот, вот, вот. Но сто процентов остается. И при этом идут потери, вы знаете. Потери идут в боковые, как бы, куски. А это входит в мой комплекс. Я сто процентов рассматриваю. Иначе как я могу? Абсолютизируйте этот комплекс. Из вашего мой переходит перетекает. Нет, никуда не утекает. Это идея матрешки, замкнутая на самое себя, абсолютный мир, в котором вот все время переваливается энергия из одного состояния в другое, и она сохраняется. Я вам скажу, что с точки зрения современной квантовой механики, вот так абсолютизировать закон сохранения и превращения энергии нельзя. Это отдельный, очень серьезный разговор, понимаете. Вы меня провоцируете на еще одну лекцию. Ну, вот. Но вот. Да, да. Так что. Спасибо. Вот, понимаете. Если бы вот так абсолютно работал закон сохранения и превращения энергии, можно было построить вечный двигатель. Где бы вот это перетекало. Вот, понимаете. Это вселенная, это вечно. Нет. Нет. Спасибо, спасибо за вопросы, закончились. Ничто не вечно. Под луной и сама луна. Давайте. Во-первых, я думаю, надо было предложить Владимира Петровича за очень актуальную тему. На тему свободы сейчас большие дискуссии. Некоторые даже утверждают, что нам сейчас февраль необходим, потому что мы сейчас чуть ли не при царском прижиме живем. Другие говорят, что там фашизация. И даже Владимир Петрович тут сказали, что президент даже наш абсолютно не свободен. Ну, нет. Я не сказал абсолютно. А сказали? Абсолютов нет. Там записи. А, да, ну, мы несколько оговорился, да. Фигура речи. Фигура речи это была. Да, уточняю, да. Абсолютного ничего нет. Ни свобода, ни несвобода. Значит, вот... Абсолютно только у нас в голове бывает. Свободы, срабая достаточно, которая, я раньше откровенно говорил, я думал, что оно Энгельсу принадлежит. Вот, Владимир Петрович докопал, что оно от спиноза исходит, что свобода – это осознанная необходимость. Но Маркс, он более сильное определение, да, что свобода – это господство над обстоятельствами со знанием Дена. Ну, да. И, как правило, здесь вот ухватывают господство над обстоятельствами. Вот, когда я буду господин, тогда я буду свободен. А на самом-то изделии здесь корень со знанием Дена. И вот именно знание, оно дает свободу. Потому что, вот тоже вот, Владимир Петрович говорит, вот, вот, свобода ограничена возможностями. А что действительно раздвигает возможности? Гигель как говорит, когда для какой-то сути дела созданы все условия, она вступает в свое существование. То есть, когда что-то нам надо, а непонятно как, вот, надо создавать условия. Одно условие создав, второе, третье, а потом оно само и получилось. Вот как это рождается на практике. Вот, скажем, рабочие на заводе. Как сейчас говорят, современный трудовой кодекс запрещает забастовку, невозможно создать профсоюз, на заводе невозможно ничего сделать. А что ты делаешь? Ты идешь, записываешься в Красный университет и учишься. Значит, когда ты научишься разбираться в нынешней этой мутотени, ты научишься разговаривать с товарищами по курилке, и ты начнешь объяснять им, что вот те методы, которые они строят, в соответствии с которыми они строят свои планы на жизнь. Вот кто-то там видит свое будущее, что он вот сейчас учится, он выучится, там станет юристом, экономистом, психологом, конфликтором, кем угодно. Уйдет, значит, с завода. Кто-то рассуждает так, у него одноклассник Коля, там что-то пытается в бизнесе, у него папа высоко сидит, вот как Коля пробьется в бизнес, он меня позовет, там я буду ему помогать и буду вопросы решать, и отстанка от этого несчастного уйду. Кто-то там считает, что если там по начальству хорошо ходить, можно самому как-то в начальство выбиться. Кто-то там политически активный, идет в какую-то партию политическую, чтобы в муниципалитет избраться, в ЗАГС избраться, а может повезет и даже и в Думу избраться. Я рабочий, такой активный, меня там возьмут. Кто-то на профсоюзную освобожденную работу идет. Вот какие-то такие вот индивидуальные все пути поступления. Вот когда человек познает истину, он поймет, что по одному из вот этого не выдраться. Потому что все вот эти возможности, они для 10% максимум. А 90% они так и останутся рабочими все равно. Вот. И когда это поймет, то тоже надо дальше делать. Что дальше? Вот для того, чтобы учиться в Красном университете сейчас, никакие зажимы демократии этому не мешают. Никто нам не мешает сейчас учиться, никто не мешает здесь лекции читать, никто не помешает провести конференцию Ленин в современном мире, нам никто этому не мешает. Просто как человек познал, вот никто ему не помешает, кроме разговоров с товарищами, заняться, скажем, написанием коллективного договора. Если он напишет хороший коллективный договор, это будет новая тема для обсуждения с товарищами, которые будут туда какие-то придрогать дополнения, изменения. Это начнет обладевать массами. Когда идея обладевает массами, она становится материальной силой. Вокруг обсуждения корт-договора уже нужно, видно будет, что для этого нужна какая-то сила, чтобы этот корт-договор продвигать, отстаивать, заключать, вести коллективный трудовой спор, встанет необходимость профсоюза. Уже не так, что он чьей-то голове только энтузиаст бегает и кричит, давайте профсоюз создадим. А тут уже встанет необходимость этого профсоюза. Вот уже надо будет создавать профсоюз. Потом, по мере разворачивания борьбы на одном предприятии, рядом другие предприятия также будут бок о бок разворачивать свою борьбу там. Значит, встанет вопрос об объединении статичных комитетов этих предприятий в совет по территории. А потом он встанет вопрос о том, что совет будет не только как координационный орган предприятий, но уже будет контролировать ситуацию в городе. А потом он встанет вопрос о том, что он будет заявлять о себе как о субъекте политической власти, возникнет ситуация двоеврасти. Она покачается, покачается. И если есть все предпосылки и условия к тому, чтобы эта ситуация качнулась в сторону победы рабочего краса. Почему? Потому что говорят часто, силы не равны. А что значит силы не равны? На каждом предприятии на порядок, как минимум, больше рабочих, чем охранников. Скажем, где 100 человек работает, ну там максимум 10 охранников, а часто и меньше. Там, где тысячи человек работают, ну там сотни охранников на заводе тоже очень много. Меньше, скорее всего, их там. Ну, рабочий крас, он представляет себя в Ленинграде, 300 тысяч рабочих только на крупных предприятиях, где более 500 человек работает. Это абсолютно доминирующая в обществе сила, объективно. Но субъективно, пока она не владеет знаниями, пока она не объединена, конечно, так сказать, здесь, пока каждый видит какие-то свои выходы куда-то, вот, и то как бы вырваться, вот это действительно, многие ищут, вот как бы вырваться вот от этого. Я вот работе, я неудачник, вот тут станок мой этот, вот отсюда бы вырваться. Вот когда люди перестанут искать пути от этого вырваться, а поймут, что только лишь на этом месте они обрадают реальной силой, и только здесь они смогут изменить ситуацию к лучшему, вот это произойдут большие перемены. Поэтому я вот думаю, что именно на почве вот надо помнить, что именно знания дают господству над обстоятельствами. Хотел бы застать? Спасибо. Нет. Заключительное слово еще. Владимир, можно? Да, нужно. Ну, вот, значит, уточнение некоторое. То есть, знание, конечно, сила. Вот, вспоминаем Фрэнсиса Бэкона, хотя я сказал Роджер Бэкона, я тоже, ну, не важно. Но правильно сказано. Вы понимаете, можно знать по поводу, скажем, общественного процесса, ну, почти все основные истины. И в то же время не быть свободным, изменить ситуацию. Понимаете? То есть, вот тут два момента, объективное и субъективное вместе. То есть, нельзя вот это абсолютизировать. То есть, знание, сила, знание, познание, свобода, осознанная необходимость, даже если необходимость относительная, она никуда не исчезает. Секономерность объективная никуда не исчезает. И поэтому наша свобода относительная. Кроме того, вот, когда мы говорим о свободе человека и свободе общества, надо помнить, что, конечно, один он может чего-то добиться, но только лишь тогда, когда этому сопутствуют познанные им объективные законы общественного развития. Он там нижнюю нашел. Вот как у Петерима Сорокина, лифты, да, он все тоже сводит осуществление свободы, карьеры, в хорошем смысле даже этого слова, любой, благодаря реализации своих каких-то характеристик, да, каких-то качеств. Может, у тебя хорошие ноги, ты футболистом станешь, будешь миллионером, как в нашем обществе, да, отличный футболист, да, или ты голос хороший, певцом станешь, ну и так далее. И все зависит вроде как от тебя, и реализация свободы, и познание вот этой относительной необходимости. Вот нашел, сделал карьеру, замечательно. И, ну, можно привести вслед за Петеримом Сорокином еще тысячи примеров, помимо тех, которые он приводит. Он ссылается, кстати, на Генри Форда. Вот был рабочим, да, и вот благодаря своим исключительно индивидуальным каким-то талантам он вот выдвинулся, организовал новое производство, стал миллионером, и там вот пошло. Понимаете? Ну, и вот на это очень, почему до сих пор это концепция социальной динамики, да, Сорокина в моде, и его все время переводят для интеллектуалов, потому что для большинства это там сложно читать долго, но его никто не будет. А вот так для интеллектуалов, да, конечно, он прав, вот тут надо двигаться. Ну, посмотрите, как мы социально ограничены. Вот я говорю, образование, главный лифт, который описывает Сорокин, и мы можем с этим согласиться, получил образование в какой-то сфере, повысил свою квалификацию еще, получил образование, повысил и так далее. Вот ты поднимаешься, медленно, но верно, если у тебя талант далее есть в этой сфере, ты вообще можешь учиться даже, ну, и работать в соответствии с тем, что тут ведь так вот много знаешь, но я вот, ну, 73 года, достаточный опыт, чтобы убедиться в том, что я много встречал эрудитов, умниц, но вот практически, ну, если не ноль, то, так сказать, очень малого добился человек. Казалось бы, такие задатки, тут еще другие задатки нужно иметь. Ну, а социальность-то в чем? Вот я критиковал экзистенциализм, вроде Раскольникова, да, его потуги добиться чего-то своего интимного. Начнем с образования. Хороший лифт. Ну, вы знаете, вот у нас, я-то с вузами связан полвека, у нас почти не осталось специальностей, которые вы можете вот в вузах там овладеть бесплатно, почти, очень малый процент. Значит, все зависит от того, насколько богат твой папа, да, твоя мама, да. Вот я с этим лично столкнулся, у меня две дочки-близняшки, вот они хотели стать, они стали художницами, но они хотели закончить, скажем, институт, вот этот самый университет раньше Мухиной, до сих пор ее называют теперь барона Штиглица, вот, не путайте со Штиглицем. Так вот, ну, пошел я с ними, я с этим делом-то сам никак не был связан, ну, с вузами там связан там узнать, как дела, что там, сколько стоит. Вот, когда я узнал, сколько это стоит на одного, ту специальность, которая, и помножил на два, я понял, что я это не одолею, я доктор-профессор, да, и жена тоже небезработная, она врач. Вот мы не одолеем это, вот вам и, пожалуйста, ограничение свободы, да. Для семьи-то вроде, так сказать, ну, мы кто там, мы чернорабочие, что ли, низкой квалификации, опа, нет, высшей квалификации, и мы не одолеваем уже, вот столкнулись, вот вам и лифты, и ограничение свободы, социальное ограничение в обществе, вот мы живем, вот все, значит, что я должен заняться, стать барыгой, вот, перепродавать краденое, или чем я должен, и сам воровать, для того, чтобы обеспечить, да, ну, вы понимаете. В Красном университете бесплатно. Нет у меня, а, ну, в Красном университете они бы получили, да, свою профессию, ну, получили они образование в таком, тоже частном, маленьком, ну, там, значительно доступном по цене, ну, уровень не тот, да, не тот, ну, а что делать, вот, оттого, вот, не достичь, вот вам, пожалуйста, ограничение свободы, социальное ограничение свободы, а вот в нашем социалистическом обществе, вот я говорю, вот, я доктор наук, да, профессор, у меня два образования, техническое и гуманитарное образование, все свое образование я получил без отрыва от производства, я вечный вечерник и заочник, университет, я закончил заочный факультет вместо шести лет за три года, значит, я способный? Способный, но моих способностей было бы недостаточно, если бы я вот начал свой этот путь сегодня, потому что мне пришлось за все платить, то есть я работал, я бы должен был себя кормить, как я себя кормил, одевал, обувал, платить за квартирку свою, и еще я должен платить за учебу, а все, я столько не зарабатывал, значит, все, до этого моя свобода кончилась, и кем бы я сейчас был, вернее, кем бы я мог вот в этих условиях стать, вот социальное ограничение. Учились бы в Красном университете. Ну, замечательно, и стал бы красным профессором. Приседатель рабочего профсоюза. Ну, вот, да, может быть, то есть вот границы, да, вот ограничение свободы, вот вам, пожалуйста, да, задается обществом социальным, никуда не денешься. Вот и преимущество социализма, да, где и рабочий может стать, да, может стать, как у нас все издевательские над Владимиром Ильичем, продолжает говорить, что каждая кухарка должна стать, там, руководителем вообще. Ну, не говорил этого, но вот ему приписывают. До сих пор, вот, каждая кухарка должна иметь возможность стать, да, не прямо вытерла руки, а фартук, пошла управлять государством, а вот иметь возможность получить образование. И была у этой кухарки такая возможность, была такая возможность, извините, а сейчас нет такой возможности. Вот социально-классное деление, оно и образование становится элитным делом. не было красного университета. Ну, как не было, там, фактически Мальниц, вы там, да, это ботва, это ботва. Нет, условий и свободы у нас было гораздо больше. Я говорю, я вот перед вами, я реализовал такую возможность. Тоже и объективно, и субъективно. Объективно были такие условия, субъективно, но у меня были какие-то способности, наверное. Какие-то были. Что-то остаток какой-то остался. Уж, конечно, жалкий по отношению к тому, что было. Не было такого обмана сейчас? Ну, это во всех отношениях. И грабежа не было такого. Основных масс, когда за наш счет, нас же обманывают. Вот, начиная со строительства этих церквей доступных. Вот это все обработка мировоззрительства. Ну, церковь, где Деда Мороза? Я тоже в Деда Мороза не верю, но на елку ходил до 15 лет. Ну, и хорошо. Ну, и сказка, ну и что? Ну, и сказка. Это все хорошо, сказка, но до определенного момента. Нельзя всю жизнь жить сказкой. Вот в чем дело. Вы же не верили в Деда Мороза? Так давайте после занятий же в частном порядке. Да. Спасибо большое. Тема такая вот. И тоже, видите, свобода наша ограничена и здесь вот. Вот никуда не денешься. Нам нужно идти вперед. Итак, встречаемся в неделю с темой следующего занятия о соотношении парламентских и непарламентских форм борьбы рабочего класса. Видеозанятие секретарь фронта Степан Сергеевич Малинцов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok